На самом деле Александр Емельяненко потихоньку теряет актуальность. Проиграет Марсио Сантоса, которого, кстати, они думали, что он переедет и не почувствует. И ты прекрасно знаешь, что они все так считали, согласись. И его менеджер и так далее. Сейчас он временно не актуальный. И вот эти вот все сказки их, что они там с Белатаром переговоры ведут и так далее, мы это все видели. Просто сказки. Вот просто, ну, смешно даже слушать. И любой, кто знает, как это ведется, он понимает, что это сказки. Этого нету и не было никогда. И вот этих вот, я там через неделю беру за, там, не знаю, за 10 миллионов, там, с тем, я там с тем. Ну, кому ты втираешь, кого ты хочешь обмануть реально. Понимаешь? И здесь для этого мы сейчас видим. Если бы это было на самом деле, зачем бы были эти выпады в мой адрес, в адрес Гусейнова и так далее. Это все делается только с одной целью. Это делается с целью выторговать для себя следующий бой на хороших условиях. Вот и все. Уже есть конкретная схема, он про нее и сказал. Это я, Гусейн Атаминеев, он был бы не против. Но еще у него есть якобы какие-то гипотетические там бои. Где-то там он будет драться там с кем-то. Ну, выйди подерись с Дациком, он тебя уже сколько ждет вызывает. Что ты не дерешься? Я не понимаю. Слава тебя поставит на место и покажет по твоей ударке, по чему-то еще. Достаточно критично в твою сторону выступил Артур Гусейнов, назвав твое поражение в бою с Марсио Сантосом настоящим позором. И лучше носить спасательный круг, как у него, чем проигрывать так, как проиграл ты. Ну, тоже, я посмотрел на Гусейнова, у него на пузе висит спасательный круг. Ему уже пора завязывать с боями. Всем ассаламу айкум, что и надо было ожидать. Спасательный круг Саши. Тебе надо было здесь по почте отбойить на сутки раньше. Я чувствовал, что ты так проиграешь. И это очень большой позор, что ты не в такой форме вышел. Хотя ты всем замечания делаешь. Ну, это что такое-то больше, что ли? Просто стыдно. 115 килограмм. Почем быть с таким кругом спасателем, но драться достойно. Это, Саш, сейчас надо болтаешь. Думать, что говоришь. Гусейнов, ну, я не знаю, это такое животное, свинья дагестанская. Это новый формат животных. Такие вот свиньи, которые... Был бы он здесь, в России жил бы. В Москве или в Питере, я бы попросил бы, ребят, мне Бог. В багажнике бы привезли. Не знаю, такой непорядочный. Мне кажется, у меня Харитона уважение больше, нежели чем Гусейнова. Такая он, фуфлыжник. Разожрался, расцвенел и что-то его понесло. Наверное, ну, просто сидит в Дагестане, понимает, что я в Дагестане не поеду, потому что его там в ауле не найти, делать мне нечего. Поэтому дождусь, когда это животное сюда приедет, свинья, это безобразная. И здесь уже на гажу. Если бой состоится, я ему ни спуска, ни пощады не дам. Пусть готовится. Но после боя ты готов пожать? Не готов, я вообще, мне стрёмно, мне по жизни не положено таким личностям руки жать. Черт он, закатаю вату, вообще такое животное. Организаторов попрошу, чтобы я организовываю пресс-конференцию, чтобы я не сорвался, не дал ему по зубам, не выбил их ему, чтобы он до боя не начал свои зубы через жопу выплевывать. Я попрошу, чтобы они нас как-нибудь развели, либо на дистанцию, потому что он очень сильно подкинул меня подобными высказываниями. Как ты это прокомментируешь? Ну, он, во-первых, не только обо мне говорит. Он задел всю нацию дагестанскую. Он дагестанский свиня, я же не говорю, что он русская свиня. Это же неправильно будет. Правильно же? Если ты конкретно что-то хочешь сказать, ты скажи мне. Как мужчина, телефон возьми. Когда я ему написал, он даже не ответил. Он просто взял меня, заблокировал. Который человек сидел, который по понятиям, типа, там, такой, жил. Он же должен понимать, что он говорит. Он же мужчина, да чего телефон не имеет. Возьми, подними, объясни. Я так посчитал, нужно сделать. Я сделал. Есть какие-то вопросы? Когда человек, на самом деле, не может за свои слова ответить, просто болтает. Мы все знаем, кто такой Саша, да? Чтобы вы понимали. Это не только я знаю. Это тот круг, который раньше с ним общался. Они знают, кто он такой. И по жизни, и там, звезды себе набил. Когда у него один раз спросили за эти звезды. Ты что, вор за конь или кто ты вообще? Он даже ответить не смог. Он даже обосновать не сможет на сегодняшний день. Если у него даже за звезды спросят, он даже за них ответить не сможет. Что мне ему сказать? Он просто не человек. Задевать дагестанцев, и я приеду в Дагестан, буду там, доеду как-нибудь. Там, зубы будут через жопу уплевать. Так свои из жопы зубы дешевле будут выплюнуть. Миноискателям даже не найдут его в жопе зубы. Стало известно, вдруг президент Лиги Хабиба, Шамиль Завуров, говорит, что как бы вы не вернулись, что бы ни делали, вас в этой Лиге не будет. Почему так категорично? Я не знаю, это Завурову передайте президенту. Я даже не знаю, каким он образом президентом стал. Это настолько мертвая Лига, что я даже туда не рассматриваю в ней своего участия. Она вообще никак не пресчает и не нравится. Кто-то ему не удерется. Все дагестанцы одноклубники, больше там никого нет, нигде не слышно и не видно этой Лиги. Я вообще не знал, что существует какая-то Лига у Хабиба, и Завуров там президент. Меня вообще не интересуют эти личности. А я не слышал за эту Лигу, чтобы там кто-то выступал из хороших нормальных бойцов. А в Дагестане там все борцы, кто не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, смешанных единоборствах никто результата там не показал. Но он кто такой по жизни сам, чтобы он эти вещи кого-то жизни учил. Он себя не может научить. Как проиграл, как мой брат, говорит, Федор сказал. Да ты сейчас вспомнил, что у тебя брат есть? А когда ты брата вызывал на бой, когда ты давал интервью, когда ты за сотни бойцов с таких грязных вещей говорил, ну неужели, думаю, он безнаказанно останется за это? Я хочу посмотреть, когда он в Дагестан приедет, кто ему здесь в Дагестане поможет. Я вот просто хочу посмотреть. Его здесь как кошку разорвут. Я посмотрю, кого он в багажнике может возить. Его будут как мешок картошки в багажнике. С багажника в багажник. Старки поднимут просто. Он когда старки город вот так увидит, он будет кричать, ай, мама, помогите. Твое недавнее интервью. Это про Шлеменка. Александр, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах интернета. На страницах пресса все герои. А когда доходит до реального поединка, у него какие-то другие амбиции. Сразу начинает почему-то съезжать. Это про Шлеменка? Да. Так и было. Когда он первый раз на меня начал вафельник свой раздевать на просторах интернета, РЕН-ТВ согласилась организовать мне с ним бой. Шлеменка запросил сумасшедший гонорар. Я сейчас, в принципе, это ни для кого не секрет. РЕН-ТВ ему предложила 150 тысяч долларов для того, чтобы он вышел на бой. Он запросил в два раза больше. Говорит, не, не выжал. Я не буду. Вот такие деньги. Говорят, ты в Штатах столько не зарабатывал. Ну и, короче, он съехал. Они не готовы были ему платить больше, потому что все прекрасно понимали, что он в этом бою ноунейк терпит поражение за то, чтобы выйти и упасть, забрать деньги, потом сидеть. Шлеменка как ноунейк? Это чемпион Беллатора, бывший чемпион Беллатора. Это было все давным-давно и в прошлом. Об этом все уже давно забыли. Все когда-то были чемпионами, и все никак не может их это слово попустить. Сейчас он где? Сейчас он глубоко. Задница. Ничего не делает. Не знаю, тратить деньги свои заработанные в Америке. Где-то так выезжает, на турнирчиках дерется. Звезда Екатеринбурга, аэрсистишная. Наверное, забывается. Доброту за слабость воспринимают очень многие, и Шлеменка в том числе. И они, если начинают хейповать, то начинают хейповать неправильно. Их начинают нести. Они забывают, что буквально вчера язык в жопе держали и сопли сживали. Не знали, что ответить и как себя повезти. А сегодня начинают грудь колесом делать и вперед бежать. Так где он в зайце, Саня? Кто-то наоборот жалуется, что у меня язык далеко не в зайце. Если он вынес это в публичное поле, тогда без проблем давай решать это в публичном поле. Можем даже встретиться, поговорить, где ты не вывезешь разговоров. Понимаешь, уже легко сейчас предъявить из-за балабола, из-за все. По сути, и о чем мы вообще говорим? Знаешь, теперь тут что? Саша король в стойке. Он всех роняет направо-налево в стойке. Последние два боя против профессионалов, против магии Смаилова и Марсюр Сантоса показали обратное, что Саша выхватывает от профессионалов в стойке. Он даже от Тарасова выхватывал. А потом Тарасов бегал. И все. Если бы был, знаешь, более смелый и более напористый, и потяжелее, и обладал более тяжелым ударом, может быть, все и закончилось плачевно. Тут чисто вообще, знаешь, заблуждения какие-то, непонятки. Вот просто на старом этом едет, Александр. Я того побью, этого побью. Только что проиграл бой, уже готов других каких-то бить. Но надо чуть-чуть осадить. Ну вы не подерись с Дациком, он тебя уже сколько ждет вызывает. Что ты не дерешься? Я не понимаю. Слава тебя поставит на место и покажет по твоей ударке, по чему-то еще. Как обстоят дела с возможным боем с Дациком? Будет этот бой. Когда? Вот. Как будет, я скажу. Ну, примерно. Это будет в следующем году или в этом году уже? В этом году не будет. Движуха в смысле трэштока в смешанных единоборствах, там, в боксе, вам нравится? Нет, мне не нравится. Мне постоянно приходится отвечать на всякие разные выпады в мой адрес. Вам не нравится и при этом вы говорите мертвый, жирный, толстый кусок сала в адрес Дациком. А как мне еще за него сказать? Подтянутый, хорошо сложенный, я не знаю, универсальный спортсмен. Очень много внимания ему пресса уделяет. Много хороших, более лучших бойцов, нежели чем в Дацик существует. Я не знаю почему. Ну, как бы, к ним такого отношения. Хайп? Нет? Ну, наверное, это и дает популярность таким жирным, рыжим, толстым собакам. Вот, а зачем ты так ему сказал? Да я не сказал. Я каждый раз отвечаю. Они меня вообще не интересуют. Это пыль дорожная. Дацик и жизни подобные ему личности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...